9 июня. В этот день, ровно 350 лет назад, на свет появился император Пётр I. К имени этого представителя династии Романовых часто добавляют «великий». По случаю юбилейной даты в стенах исторического музея провели торжественное заседание Организационного комитета под председательством Татьяны Голиковой. В юбилейный год мы вошли с новыми идеями, новыми предложениями, большинство из которых стартуют в эти дни. 18 мая в Доме правительства мы вместе с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, председателем Российского исторического общества и членом нашего Оргкомитета, вместе поздравили первых лауреатов. Премия Петра Великого – это знак признания значимости труда выдающихся российских деятелей, ученых на благо нашей страны. Заседание открыло торжественное церемонии огошения марки, посвященной 350-летию со дня рождения Петра. В оформлении блока 350-летия со дня рождения Петра I государственного деятеля использована картина Валентина Алексеевича Серова «Петр I» 1907 года из собрания Государственной Третьяковской галереи. Юбилейная дата входит в список приоритетных тем работы Российского исторического общества на 2022 год. Именно Петр Великий в эпоху своего правления сделал Россию по-настоящему суверенной, сильной и передовой державой. Петр Великий унаследовал Россию фактически исключенной из мировой политики того времени, но он не смирился с этим. И как писал наш замечательный историк Сергей Михайлович Соловьев, царь Петр засадил русских людей за работу, за решение практических задач. Он сделал нашу страну по-настоящему суверенной, сильной и передовой державой. Поэтому сегодня, когда Россия вновь ведет борьбу за свое историческое будущее, образ Петра приобретает для нас огромное символическое значение. Юбилей Петра должен послужить импульсом к реализации новых долгосрочных проектов. Один из них – Digital Peter – платформа по расшифровке рукописей Петра I. Основная часть этих рукописей по-прежнему не отсканирована. В этой связи я, как председатель Российского исторического общества, обращусь к министру цифрового развития с просьбой поддержать этот проект. И, уважаемая Татьяна Васильевна, был бы признателен, если бы эта позиция оказалась и в протоколе нашего сегодняшнего совещания. Кроме того, Сергей Нарышкин предложил держать на контроле и по возможности содействовать реставрации таких объектов, как Новодвинская крепость в Архангельске и Царицинская сторожевая линия в Волгограде. Очень важно, что юбилейных событий стало значительно больше, чем мы планировали еще к прошлому заседанию в октябре 2021 года. Мы получили новые предложения к плану и от Минобороны России, Миноборнауки, Минпросвещения, Минцифры, Россотрудничество, Росмолодежи, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Ростовское, Ярославское, Воронежское, Архангельское областей, а также Института всеобщей истории РАН, Музеи антропологии и этнографии имени Петра Великого, то есть самой Кунсткамере Санкт-Петербургского университета и ПАО «Газпром». В соответствии с принятым решением Арккомитета, Минкультура России сформировала новую редакцию плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Количество мероприятий в плане увеличилось более чем на треть, и теперь оно включает 158 основных крупных событий. Там же в стенах исторического музея в честь 350-летия юбилея Петра открылась выставка, посвященная личности и деятельности первого русского императора. Посетители смогут увидеть почти 350 уникальных экспонатов. Все они связаны с двумя поездками Петра I в европейские страны, Великим посольством 1697-1998 годов и Вторым путешествием. Мы действительно очень благодарны, что открытие выставки по инициативе Татьяны Алексеевны совпало с организацией, с проведением Оргкомитета на территории нашего музея. И уверены о том, что эта выставка станет интересна очень широкому кругу людей, начиная с молодежи и заканчивая тем контингентом, нашим постоянным посетителям, которые приходят в исторический музей. Экспозиция состоит из шести разделов, посвященных маршруту и деталям путешествий Петра I, интересу государя к современным техническим и научным знаниям, а также международной ситуации в Европе конца 17-го начала 18-го века и дипломатическим устремлением царя-реформатора. Служба информации фонда «История Отечества».